Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Это не просто какая-то билетристика, не то, что иногда люди с богатой фантазией могут выдать, что называется, на гора. Нет. Это литература вся, посвященная философским проблемам и подчас очень таким серьёзным, углублённым рассмотрением того или иного вопроса. Ну, кратенько совсем о нём, совсем кратко, поскольку это уже, так сказать, сторона другого порядка. Мы с вами сейчас не на курсах истории философии, как вам, наверное, известно. Поэтому буквально несколько слов. Он сын знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьёва, кстати, который одно время был воспитателем даже, наследника царского. Какова атмосфера была в семье? Это была семья, в общем, классические православные. То есть Сергей Михайлович по субботам, по вечерам ходил в оперу, а по утрам в воскресенье ходил на литургию. Всё как положено. Владимир Соловьёв воспитывался в атмосфере совершенно светской. Там проводились, не помню по каким дням, по четвергам, какие-то встречи, когда собирались люди, такое высокое, ну, я бы сказал, из достаточно высокого общества. По крайней мере, общество было очень образованным. И Владимир уже с детства, так сказать, впитывал в массу не только знаний и, главным образом, философского, литературного характера. Даже не это главное, а главное, что в такой атмосфере человек приучается к определенному направлению мышления, к определенному восприятию идей, приучается к мысли. Он имел полную свободу в плане философского и религиозного развития и где-то годам к 14 он объявил себя полным атеистом. Кстати, вот, посмотрите, вот какая атмосфера, правда же, интересная в православной семье. Полным атеистом из своей комнаты он вынес все иконы на чердак, поскольку совершенно ясно ему было, что никакого Бога нет. Так начался его процесс вхождения, ну, я бы сказал, в возраст. Правда, потом он эти взгляды изменил. Атеизм он отбросил, да, потому что это надо быть все-таки, ну, человеком, наверное, малодумающим, чтобы быть атеистом. От атеизма он отказался. Однако, вот тот характер воспитания, отношения, если хотите, к самым фундаментальным вопросам человеческого бытия, которые он усвоил себе вот в этом светском обществе, он наложил глубокий отпечаток на Владимира Сергеевича Соловьёва. Скажу вам так, что у него было так принято, не знаю, всеми или не всеми, принято делить его творчество на, допустим, три периода, ну, кто как, конечно, ну, по крайней мере, на три периода. Мы сейчас поговорим об этом. Хочу только сказать, что он скончался достаточно рано. Это 1900 год. В имении Трубецких, с которыми он был очень в дружеских отношениях. Перед кончиной он исповедовался. Но исповедовался, так сказать, ну, в своём духе. Так что, духовник сказал, что пока мы не будем, отложим причастие, вы ещё подумайте немножко. Но потом пришёл, и, в общем, он был причащён. Так что, скончался он, ну, я бы сказал так, как в православии, в лоне православной церкви. Что интересного ещё, может быть, из его жизни стоит отметить, что если он в этом возрасте 14-18 лет был страстным материалистом, да, и атеистом, то в то же время нужно отметить и другой факт, примечательный, который также наложил большой отпечаток на его всю, всю, слышите, последующую жизнь. У него есть одно стихотворение, которое называется «Три встречи». И, собственно, исходя именно из этого стихотворения, многие, ну и, в общем-то, все биографы сообщают о некоем особом, я бы сказал, факте, который имел место в жизни Владимира Соловьёва. Когда ему было 9 лет, и он был в церкви, то вдруг во время Херувимской он увидел, по-моему, в алтаре, кажется, прекрасную женщину. Это было видение очень недолгим, но, как он пишет, оно его чрезвычайно поразило, потому что она была необычайной, совершенно необыкновенной красоты, и видение потом исчезло. Но он очень долго оставался под этим непосредственным, впечатлением и на всю жизнь под все-таки, хотя и не такой силой, но под впечатлением этой первой встречи. Дело в том, что потом он уже окончил Московский университет, сначала был на отделении математическом, потом перешел на филологический, историко-филологический. И когда он его окончил, то по традиции, если хотите, установившейся практике того времени, люди, имеющие, ну, и достаточно состоятельные, и высокого круга лица, обычно свое образование пополняли где-нибудь в Европе. Он поехал в Лондон, но там, к сожалению, он занимался не научной деятельностью, ради которой он туда поехал, а он углубился в архивы и историю различных мистических движений. Здесь, говорят, он занимался даже спиритизмом, то есть вызванием духов, знакомился с Кабалой. Здесь он страстно искал сведения о Софии, потому что в западной мистической литературе эта тематика прослеживается. Здесь она ему явилась, но всего на самый краткий миг и сказала ему, что он ее увидит в Египте. Соловьев тут же бросает Лондон, бросает все свои научные занятия и отправляется на корабль и в Египет. В Египте тут же, садя с корабля, он в этом своем длиннющем цилиндре на голове, во фраке, ну, все как, цивильные люди ходят, отправился в пустыню, потому что сказал он, что там ее увидит. Там встретился с бедуинами, которые поняли, кто это, для них сомнений нет, у них уже опыт достаточно богатый, что это Че, понятно вам? То есть бес. Так, и взяли палки и камни и, в общем, решили, как и положено бороться с этой темной силой. Вот, как он потом говорил, что его спасло только знание что-то английского языка, почему-то английский язык, что ли, на них произвел впечатление, но, в общем, он был на грани смерти. Видите, интересно, вот простой народ, как борется с этой черной силой-то? Кулаками, что там еще? Кочергой да камнем, и все в порядке. Одним словом, это он избежал тут смерти чудом, но говорит, что Софию он увидел. Правда, не описывает подробностей. Но дальше произошло событие, которое, это уже как мне кажется, поэтому можете быть спокойны, которое наложило тяжелейший отпечаток на всю ее последующую жизнь и его творчество. вернувшись из-за этого посещения пустыни в видении Софии, он пришел на корабль, а это была Пасха. Пошел в свою каюту, в каюте кровать, и на подушке вдруг увидел, сидит этот лохматый, рогатый, с огненными глазами. Он, конечно, был потрясен этим и не нашел ничего, кроме того, как сказать ему, Христос воскресе. Дьявол бросился на него, а Соловьева нашли без сознания в каюте. Дальше подробностей нет. Ну, по крайней мере, мне неизвестно. Вот это его увлечение мистикой, вот этой кабалой, спиритизмом, где он сам участвовал в этих сеансах естественно привело его вот к этому явлению. Не думайте, что это происходит просто так. Ничего не бывает в жизни человеческой просто так. Все имеет свои причины и свои следствия. И вот здесь вы тогда поймете, вот я, например, глубоко убежден и можно понять, то резкое изменение, которое произошло в его творчестве. Я перехожу. Первый период Владимира Соловьева, когда он был, ну, юношей просто еще, ну, скажем, мальчишкой, да. 19, ну, вот после периода материализма, который у него продолжался примерно до 18 лет, он вновь возвращается к вере в Бога и зачитывается Хомяковым, вообще увлекается славянофилами. Даже, даже у Ивана Аксакова в его журнале публикуют свои статьи. то есть, он каждый человек, который стал на, ну, на хорошую дорогу, скажем так. И вот это продолжалось до его путешествия, если хотите, в Лондон и затем в Египет, особенно в Египет. после чего, возвратившись, характер творчества его решительно, я бы сказал, меняется. Аксаков, который одно время давал страницы своего журнала для него, в конце концов, полностью с ним разрывает Иван Аксаков. Владимир Соловьев становится буквально на рельсы классического западничества. Основной идеей западничества, кстати, вы учтите, вот говорят там о культуре, об искусстве, об отношении к литературе, это всё следствие. Основная идея западничества состоит в культе разума. Разум рассматривается какой? Мой, естественно, ни чей же не будь, ни какого-нибудь Антония Великого. Мой, конечно, разум является высочайшим. Он главный судья во всех вопросах. Это же надо понять. Запад именно этим живёт. И речь, конечно, идёт не только об индивидуальном разуме, а о самом принципе, вы слышите? Это принцип западного менталитета. Правильно, действительно, и, если хотите, хоть это будет немножко тавтологично звучать, разумно только то, что может быть осмыслено разумом, что может быть оправдано разумом, что подлежит разумному анализу. Разум верховное божество. Вот, если хотите, основное, главное, что характеризует Запад и отсюда западничество. в отличие от Востока, под которым, я разумею, православие, в отличие. Восток всегда говорил, помните, мы с вами, когда о Хомякове говорили, разум был бы слеп, как сама материя, отвергнувшая Бога. Слеп, как сама материя. И мы действительно видим, к чему пришёл разум на Западе, отвергнув, отвергнув, что религию, религиозный опыт как таковой, отвергнув Бога, он пришёл к материализму, действительно, к материи, к этой глупости, как материя. Так вот, если первый период его творчества был славянофильский, я бы сказал, и он чем, ну, какие моменты можно отметить? он в этот период, это как раз, когда ему было буквально, вот, 20, 21, буквально, вот, до 20, может быть, 3-5 лет, ну, можно сказать, что до 75-го года, когда он поехал в Англию, до 75-го года, значит, он в 53-м родился, значит, это сколько ему? 22 года, да, когда он поехал. вот до этого возраста он еще был славянофилом. Здесь он пишет довольно интересную кандидатку, мифологический процесс в древнем язычестве. В это время, в это время он приезжает сюда, в Лавру, в Академию, целый год проводит здесь, даже в нашей Академии, занимается в библиотеке, и хотя неизвестно особенно, чем он занимался, но есть основания полагать, что он и здесь, в библиотеке, опять-таки, больше всего увлекался вот этой мистической, оккультной литературой, ища ответа на вопрос, кто она и где она, София. Именно после этого он же отправляется в Англию. 21-го года он защищает в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». Кстати, опять написанное в русле славянофильских идей. Именно «Кризис западной философии против позитивистов». Он тут поступает с критикой, как видите, этого рационализма, который поразил Запад как таковой. Кстати, из этой работы цитатка. Ну, самая, пожалуй, существенная мысль, которая содержится в этой работе. Философия, вот я его цитирую, философия в смысле отвлеченного исключительно теоретического познания окончила своё развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. В данном случае под теоретического познания это можно, это подразумевается, что? Рационального, то есть, чисто рационального. Здесь, в этой работе, он именно пытается показать, что пределы разума уже очевидны, уже дошли до этого и дальше не знаем, что делать. Ну, я скажу, что это верная идея. Вы вот историю философии изучали, и я думаю, что этот момент вы отмечали, как в древней Элладе, еще в дохристианскую эпоху, софисты великолепно показали, если хотите, своим сомнением, своим скепсисом, показали, что, оказывается, рассудок сам себя доказать не может. Что значит доказать? То есть, доказать истинность своих суждений. Помните, это знаменитые апории, ну, например, Ахиллеса-черепаха и прочие эти вещи, когда они с помощью вот таких тонких логических рассуждений показывали, что рассудок оказывается легко загнать в тупик, из которого он просто не может выйти. Сам по себе рассудок оказывается в тупике. И когда западные философия, это был новый виток, новый, это повторение буквально, в принципе, буквально повторение западной эллинской философии, опять стало на путь, на путь доказать истинность рационального познания, то она пришла опять к тому же самому тупику. Ведь невозможно доказать истинность моих суждений через эти сами суждения. то есть я бы сказал так, невозможно доказать, что мой рассудок обладает возможностью истинного познания, исходя из чего? Из моего же собственного рассудка. Он замыкается в самом себе. Гегель попытался, но что проку было? Кант великолепно это развенчал в саму эту идею Мануил Кант. Так вот, так что в данном случае эта магистерская работа подвела некие итоги вот этой теоретической работы и он правильно сказал кризис западной философии. Западной, то есть вот этой рационалистической философии. Кажется, обращение уже к чему? к необходимости найти твёрдую основу. Обращаю ваше внимание, друзья мои, что любая философская система она должна принять какую-то твёрдую основу. Принять, не доказать, а принять. Так же, как наука не доказала, а приняла, приняла определённые постулаты. Ну, хотя бы самый элементарный простой постулат о существовании, о реальном существовании этого мира. Это постулат. Вы помните, у вас в семинарии была история философии, да? В академии есть или нет? Тоже есть, да? Ну, вот, вы же помните систему Беркли, да, это субъективного идеализма или солюпсизма. Оказывается, разрушить его чисто теоретическим способом просто невозможно. Невозможно доказать реальность существования этого мира. Ну, кстати, и сама наука утверждает, физика, по крайней мере, решительно утверждает, что этот мир, который мы видим-то, это обман. Нет цветов, нет света, нет звука, а всё это есть колебания фотонов, волн и так далее. То, что говорит физика, это ужасно, этот мир ужасен, а то, что мы видим, ну, это что такое? Это только воздействие этого ужасного, мёртвого мира, волны, частиц, на наши, так сказать, сенсорные точки, и мы вдруг расплываемся от музыки. А философ смотрит и говорит, ну, и глупые же. Волны воздействуют на него, а они тают от восторга. Вот дураки-то. Так должен сказать философ или учёный. Так вот, и вопрос-то, что реально? Волны, которые действуют на перепонку и дальше, или звуки? Любая система философская должна принять что-то за основу. Так вот, сама наука, представляете, сама наука позитивная, я говорю, о естественной науке, естественной знании, она должна принять, что этот мир объективный, который мы изучаем, изучаем, он существует. Она должна принять, что наш разум, рассудок, находится в таком соотношении с этим миром, что может объективно его постигать, что наши теории и научные открытия – это не иллюзии, а действительно отражения тех закономерностей, которые существуют в объективном мире, а не в моей голове просто. То есть, нужно принять многие предпосылки. Так вот, и в области, я вам скажу, философии то же самое. философия, которая попыталась строить саму себя на фундаменте чистого, рационального мышления, оказывать тупике, поскольку невозможно доказать истинность познавательной способности моего рацио через этот рацио. Славянофилы, как помните, я и говорил, они сказали, возможность построения построения здоровой, здоровой, настоящей философской системы можно только, только при одном условии. Когда мы примем, примем, абсолютных доказательств нет, и быть не может, когда примем за эту основу, если хотите, новозаветные откровения, тогда мы можем построить действительно философскую систему на основе этого откровения. Мы должны принять. То есть, можно принимать что угодно, и любое другое, и там будет своя система. Но в данном случае, если мы не примем в качестве основополагающих основные христианские истины о Боге, о Христе и о человеке, так, как это дано нам, то мы ничего не построим. А невозможно. Все рассыпется. Запад не принял этого. Отошел, точнее, от этого. Хорошо. Итак, примерно до 75-го года, как видите, Владимир Соловьев был славянофилом. Даже в Академию приезжал. После поездки в Англию он стал откровенным западником, но не просто западником. Например, Герцен тоже был западником, но в то же время у него сколько патриотических таких мотивов. Ну, те же и Добролюбов, Чернышевский, да. В то же время многие из них были в то же время патриотами все-таки своего Отечества. Так, у Владимира Соловьева мы наблюдаем очень неприятную вещь. Его сучение начинает носить антирусский характер. Антиправославные идеи звучат у него. Он начинает защищать католицизм. весь погружается в изучение вот этой мистической литературы. Ну, особенно, конечно, софиологией занимается, да. В это время он читает лекции, которые были опубликованы им, публичные лекции, которые называются «Чтение о Богочеловечестве». На самом деле там речь вот не подумать, что «Богочеловечестве» Христа. Нет, нет. Немножко позднее вам скажу, с чем это связано. Совсем другое. Он интересуется церковными вопросами отношений церкви и государства, взглядом религии на многие социальные проблемы. Он выступает даже когда было покушение и, собственно, убили Александра Второго. Это страшнейшее злодеяние, которое было совершено. Он оправдывает его. Представляете? Этот период продолжается почти до смерти, кстати, вот этот второй период, до 99-го года, 1899-го года, почти до самой смерти. Там какие-то год или полгода, которые можно выделить в отдельный период, и я вам скажу, почему. Здесь у него странно и пробуждается. Будучи 40 лет, он изучает и выучивает еврейский язык. Страстные апологии еврейства и полячества. Еврейско-польская апологетика у него звучит очень откровенно. В этом плане он совершенно противник, если хотите, Достоевского. Сборник его выходит больших статей под названием «Великий спор и христианская политика, в которой защищает примат Рима». Многие считают, что в это время, что будто бы он даже принимает католицизм. Но, кажется, этого не произошло. Официально какого-то перехода из православия в католицизм у него, кажется, не было. Может быть, по той простой причине, что у него не от чего было отказываться. У него православия практически не было. В это время он устанавливает очень тесную дружбу с епископом католическим Штроссмайером. Звучит резкая критика Русской Православной Церкви православия как такового. Представьте, он пишет таким образом в силу отрешения от мира Афон и православие вместо Церкви воинствующей так оказалось лишь Церковь дезертирующая. Он возмущается тем, что Церковь не занимается решением социальных вопросов, социально-политических вопросов, которыми занимается Церковь Римская. На долю славянской самобытности с ее лучшими началами приходится послушайте, что он пишет только хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные претензии. У него прям какая-то неприязнь звучит вот ко всему, я говорю, славянскому, славянскому, православному и так далее. Он оправдывает реформу Петра, пишет, вопреки всякой видимости, реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер. По какой же причине? Вы только послушайте, по какой причине он считает, что эта реформа имела глубоко христианский характер? Ибо была основана на православно-религиозном акте национального самоосуждения. То есть отречения от всего своего национального и православного. Вот оказывается, чем велики реформа Петра Великого. Вы слышите, что за дух? Впечатление, знаете, какое создается? Что вот этот вот, который сидел на подушке, который бросился на него, ощущение, что вселился в него, такая неприязнь к православию, ко всему национальному. Кстати, об этих реформах Петра. Антоний Харповицкий и Ларион Троицкий, наш инспектор, да, святитель Ларион Троицкий, называли реформы Петра кощунственными. Очень справедливо. Недаром Волошин, ну, известный Максимилиан Волошин, наш поэт, называл Петра, Петра первым большевиком. Очень точно. Например, в письме к Величко в 1895 году он пишет следующие очень показательные строки, которые характеризуют его, по-моему, полностью. «Пока ваша принадлежность к греко-российской синагоге...» Слышите? Это подумайте. «Ваша принадлежность к греко-российской синагоге...» Или «Я прожил у вас несколько недель Великого Поста, и мы с вами правил Поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как...» затем у него выделено, так как всё это не для нас писано. Он в это время стал католиком. Видимо, есть основания сомневаться, потому что вот что он пишет в 92-м году к Розанову. «Я так же далёк от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, исповедуемой мною религия Святого Духа», насколько это актуально сейчас, сколько об этом говорят, «исповедуемой мною религия Святого Духа шире и вместе содержательнее всех отдельных религий». Вот у него какая религия. Кстати, не случайно Флоровский так и говорит, отец Георгий Флоровский, что источником, если хотите, началом нового религиозного сознания, которое движение появилось в начале XX века, он, он, Соловьёв был, он заложил основы его. Как раз это ново-религиозное сознание же говорило о религии Святого Духа. Кстати, на вопрос о вере при всероссийской переписи 96-97-х годах Владимир Соловьёв указал, что придерживается православно-католического вероисповедания. Правда, замечательно? Вот в это время он пишет работы «Религиозные основы жизни», иногда они как «Духовные основы жизни», истории будущей стеократии, но особенно показательная его работа, запомнить её название, «Это Россия и Вселенская Церковь». Пишет он её на французском языке. «Ля Руси элеглис универсель». Я почему говорю об этой работе? Я помню, когда я впервые оказался в Ватикане, впервые, и зашли в их магазин книжный. И нам в те времена, это далёкие-предалёкие советские времена, нам давали бесплатно любую литературу. Ну, почти любую литературу. Берите только. И прежде всего нам всем подарили Россия и Вселенская Церковь. Это всем дарят, только возьмите, пожалуйста, сколько хотите экземпляров. В чём дело? В этой работе Владимир Соловьёв страстно защищает примат римского первосвященника истинность католицизма доходит до того, что фальсифицирует даже некоторые вот деяния Вселенских Соборов. еще бы. Католики в восторге. Не случайно. У меня даже есть это. Я всё-таки взял оттуда. Хотя у меня было и наше издание, но тем не менее. Вот, пожалуй, что ещё отметить? Опять-таки, вот в 88-м, в 95-е годы, вот этот период, он интересуется исключительно вопросами национальной политики российской, осуждает, конечно, всё, что у нас в России совершается, критикует и, опять повторяю, резкое осуждение русских и апология поляков и евреев. Кстати, хочу вам сказать, что я помню, когда первый раз посетил Израиль, ну, это была официальная у нас была делегация, не как турист, турист, не как паломник, а это была официальная делегация и как таковая мы должны были посещать очень многие места, связанные с тем, ну, с историей Израиля и так далее. И, в частности, нас, я помню, повели очень известный музей Ядвашем, музей жертв евреев, особенно во время Второй мировой войны, что показательно. У нас там русская еврейка, там, нас водила, всё рассказывала, к этому музею ведёт аллея деревьев. И она объяснила нам, что здесь каждое дерево именное, оно посажено в честь какого-либо из праведников мира. Праведник мира – это человек, который является не евреем, но который оказал какую-то особую, большую услугу еврейству. И, в частности, подвела нам к одному дереву и сказала, вот это дерево в честь Владимира Сергеевича Соловьёва. В 97-м году он пишет одну из, пожалуй, самых больших и, может быть, самых значительных работ, интересных работ. Это монографическая буквально работа «Оправдание добра». Там очень большой фактический материал. Затрагиваются практически все вопросы, связанные с, будем говорить так, с этикой. Поэтому, если, когда вас какие-то могут интересовать стороны исследования, касающиеся нравственности вообще и принципам, и оценок, то имейте в виду, это фундаментальный труд, вот такой толстый. Правда, далеко не всё можно там согласиться, особенно с его основополагающими вещами. Вот. Ну, и последний период, который все единогдушно называют апокалипсический период. Не случайно его так называют. Это 1899- 1900-й год, то есть последний год. Я вам не сказал, что вот в этом втором периоде у Владимира Соловьёва довольно энергично звучит теократическая идея. В чём она заключается? он считает, считает, что мир должен управляться Богом. Но как? Но как? Через человека. Кто же может быть этим человеком? Папа Римский. У него, правда, прослеживается здесь идея, что, конечно, Папа Римский будет заниматься всеми вопросами, связанными с духовной стороной жизни человека, с нравственностью, если хотите, даже в определенной степени социально-нравственной проблематикой. А у него тоже присоединяется ещё другая идея. эта идея идея сочетания, гармонического сочетания римского первосвященника и русского царя. И вот тогда это наступит, будет, наступит воплощение, если хотите, того идеального государства, к которому стремится человечество всю историю. Ну, понятно, почему теократия, потому что присутствует первосвященник. Так вот, в апокалипсический же вот этот год эта идея о соединении власти Папы с русским царём ослабевает. Кстати, вы знаете, почему эта идея? Что это же идея построения Царства Божия на земле. Владимир Соловьев энергично отстаивает вот эту хелиостическую идею построения Царства Божия на земле. Да. Здесь он писал работу очень любопытную, которая осталась под названием «Три разговора». здесь он пишет действительно о проблеме, о войне, о прогрессе, где говорит, в частности, об этих идеях. Но самое главное, что обращает больше всего внимание многих, ну, всех тех, кто занимается, кому интересен этот вопрос, он говорит здесь о соединении христиан. Вот этой повесть об антихристе он пишет, что перед лицом антихриста, явившуюся, христиане трёх основных ветвей объединятся. у католика в это время Папой будет избран и примет имя Петра. Это будет Пётр II. Так вот он видит. У протестантов главой их федерации, Всемирной протестантской федерации, во главе станет Павел. И во главе всего православия станет Патриарх Иоанн. Так он образно. Этим самым он на что хочет, на что указывает вам? Понятно. Понятно. Каждый из этих из этих имён являются, во-первых, именами апостолов, но миссия которых имеет свою специфику. о Риме говорить нечего. Всё и так ясно. Это, так сказать, власть. Павел, который является одним из самых глубокомысленных, рассуждающих, если хотите, философствующих апостолов, где именно разумное начало проявляется в наиболее сильной степени, и он считает, что это как раз наиболее относится к протестантизму, и, наконец, Иоанн, апостол любви, который как раз и составляет дух православия. И он считает, что произойдёт объединение этих трех ветвей христианства в то время, и они все трое единым фронтом выступят против Антихриста. Вот такова его идея в трёх разговорах. Многие увлекаются этой идеей, верят в эту идею, считают, что действительно это объединение христиан произойдёт, что именно таковое случится. Мне кажется, это полная чепуха, полная фантазия, какая-то мечтательность. И к этому, как мне кажется, есть очень большие основания. Если мы посмотрим направление сейчас развития, хотя, нужно бы сказать, не развитие, разрешите, я переведу это на другой язык, эволюция. Так надо бы говорить не об эволюции христианства, а уже невооружённым глазом мы видим об инволюции, то есть регрессии, когда христианство слабеет, падает. Посмотрите, что творится с протестантизмом, что с католицизмом. и православие идёт процесс обмирщения. И, это уже моё мнение, и, возможно, произойдёт объединение. Но это объединение произойдёт не в качестве, не в том качестве, чтобы противостоять антихристу, а чтобы принять его. чтобы принять его. Уже римский же папа уже призывал христиан встретить, встретить второе пришествие Христа вместе с евреями, с иудеями. Уже сейчас всё чаще раздаются эти идеи. Посмотрите, вся деятельность христианских церквей, уж на Западе и говорить нечего, но и в православии всё сильнее, идея какой? Социализация христианства, то есть обращение основного внимания, основных сил души, основных сил разума, деятельности, на что? На вот эту внешнюю, исключительно внешнюю церковную деятельность. Вы когда-нибудь слышали, что проходила конференция православная, например, по проблемам духовной жизни? Например, основы духовной жизни в православии? Я, наверное, плохо слежу, никогда не видел. Что об этом говорить? Это личное дело каждого. Кто во что гораст, тот во что и верит. Как будто нет очень твёрдых принципов духовной жизни, твердейшие принципы, отступление от которых ведёт к прелести, к величайшим заблуждениям, к отступлению от Христа. Так вот, идёт явное обмерщение христианства в целом. И, я думаю, сойдутся в точке какой? Принятие антихриста, а не противостание ему. Потому что он... Почему принять? Потому что он воплотит все эти идеи, осуществит эти идеи. Какой идея? построение царства. Вот Божий это вот только сказать нельзя. Рая на земле. И это будет царство мрака, отчаяние, рабство, да, и в конечном счёте гибели. Но, увы, причина-то и его явление, слышите, причина его появления, да, будет что? Обмерщение христианства. Вы обратите на это внимание? Вы же видите, вы же, наверное, видите, на что обращено внимание? Исключительно на внешние стороны церковной жизни. Духовная сторона всё просто оставляется. Принчанинов скоро будет деканонизирован, потому что он возражает, он резко критикует лжестарчество, лжемолитвенность, лжепослушание. Вот, сейчас год его юбилей. Много ли прошло конференций в честь его? Вы не знаете? Маской не было? Я говорю, церковных конференций. Одна была встреча в РГБ Российской государственной библиотеке. Ещё бы! Потому что это человек, который вот держит ещё в себе прям всё святотеческое наследие Древней Церкви. Посмотрите, все книги, испечрены у него всё внизу, ссылки на святых отцов. Как он предупреждает о прелести? А сейчас понятие прелести-то исчезло. Вы думаете, почему это так развивается с такой силой у нас? Это секты всякие, лже-духовники, лже-старчества, лже-движения. Почему? Потому что не знают люди вот этих устоев, основ, на которых строится духовная, правильная духовная жизнь, на которой только может. До чего доходят? Продаются книги наставники духовной жизни, в котором советуют молитву Иисусу произносить быстро-быстро. Помните, я вам говорил, какой кошмар! за час 3600 молитвы Иисусовых! В секунду молитвы Иисусовой! И афонский старец Харалампий весь в восторге! Где тут покаяние возможно, скажите? Где тут внимание возможно? Святые отцы говорят, где нет внимания и покаяния, нет молитвы, самообман и прельщение? И прельщение Варенчининов говорит прям со всей решительностью, неспешные, внимательные, с остановками надо учиться молитве Иисусовой. А здесь сразу молодому человеку одним махом 14,5 тысяч. И сладость заиграла. Прелесть! Вы подумайте, а ведь молитва, если хотите, составляет, пожалуй, одно из самых существенных элементов любой религии. Без молитвы нет религии просто. Как таковое? Посмотрите, какие серьезные вещи! Поэтому Брельщининов что вы! Я помню, когда в 88-м году произошла канонизация, то один из очень авторитетных, я вам не сказал, он сейчас епископ, сказал, это с какой стати еще его канонизировали. Еще бы! Кстати, сказал человек очень верующий, но внешнего делания, вы слышите? Внешнего делания! Итак, просто мне очень хотелось возразить в данном случае Владимиру Соловьеву и предупредить вас. Глубоко ошибочная идея. Никакого не будет соединения христиан трех ветвей в качестве противника Антихристу. Если и будет соединение, а это очень возможно, то в качестве принятия Антихриста это возможно будет. И экубеническое движение самим духом своим свидетельствует о том, куда мы идем. Уже видно, до чего во многом оно докатилось. Хорошо, некоторые идеи у Соловьева. может быть, может быть, да. Ну, в общем, он настаивает на необходимости исправить историческое христианство. Исправить. Он, как пишет Флоровский, пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Совершенно верно. Совершенно верно. он критикует святоотеческое богословие. Вы слышите? Богословие древних отцов. Не только древних, вообще святоотеческое. Знаете, за что? Как он считает? Я вам процитирую. Святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины. Вы слышите? Вот оно не достигает, значит, у него достигает. Это какой не достигает полного понятия истины. Почему? Так как исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию. Вот он, идол. Напротив, святоотеческое богословие, как никакое другое, требует разумного отношения. Помните, из Патерика собрались отцы к Антонию Великому? На тему какую? Что является самым главным в монашеском делании? Один сказал пост, другой сказал послушание, третий сказал молитва. Правда здорово? Здорово. Антоний сказал нет. Ни одно из этих деланий не будет правильным и не принесет пользы человека, если будет совершаться без рассуждения. Разумные отношения. Что вы? Христианство именно требует разумного отношения к духовной жизни, а не какие-то взбрыки эмоций. Духовная жизнь – это разумная жизнь, а не хаос мистических переживаний. Это надо помнить и знать. Вот я и говорю почему. Почему нет конференции об основах духовной жизни? Показать эти разумные принципы надо, а не так, кому в голову что взбредет. Вот видите, он критикует и говорит об оправдании необходимости оправдания веры отцов философии. В своих идеях он является сторонником Спинозы. Впервые он познакомился со Спинозой в юности и он так и остался до последних дней своей жизни поклонником Баруха Спинозы. Абсолют и космос у него едины. Едины. Просто разница только в том, что элементы их составляющие одни и те же, только они в другом порядке устроены и больше ничего. Они единосущны, говорит он. У него нет нигде ясной идеи творения мира, искупления мира. Причем так вот, природный мир есть только другое, не должное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Вы слышите? Классический пантеизм. Классический. Оказывает природный мир и мир божественный и содержит те же самые элементы, только они в другом порядке устраиваются. Злой и распад в природе Соловьев рассматривает как необходимость для Бога. Необходимость, чтобы он имел перед собой внеположное бытие, как он говорит. Бог любит хаос, цитирую его, в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал, поэтому он дает свободу хаосу и тем выводит мир из небытия. Свободу хаоса. Как раз все добра зело, а не свободу хаоса. В общем, Соловьев совершенно не считается, я бы сказал, абсолютно, даже самим Священным Писанием не считается. Недаром разум у него вершина, собственное понимание. Вот это и есть классическое западничество, классический протестантизм. Что мне в голову пришло, то является истиной. А то, что пишут святые отцы, что утверждает церковь, оказывается, это ничего не значит. Одной из идей, которые особенно оказались существенными, оказались в том смысле, что оказали влияние на последующую русско-религиозную философскую мысль, это идея Софии. Вот ту, которую он видел, если хотите, трижды. О ней он тут пишет многие вещи, то есть он пишет, её определяет по-разному, Владимир Соловьёв. У него нет единого какого-то понимания этой идеи, этого учения. Нет у него. Это и четвёртая ипостась, это и вечно женственное начало в божестве. Это, соединяясь с Логосом, эта божественная София, даёт нам Христа, то есть Христос есть Логос и София. Это истинная причина творения, она из субстанции Святого Духа, чего только не находим. Да. Вот все эти вещи, они, конечно, свидетельствуют о том, о каком-то хаосе его идеи. Субтитры создавал DimaTorzok